А вот отремонтировать железнодорожный мост и дорогу, проходящую под ним, просят жители районного центра Жуалынского района Жамбылской области. Без него передвижение из одного конца села в другой. Настоящие испытания утверждают они. Что говорят в местном Акимате, выяснила Анастасия Сулейманова. Этот железнодорожный мост в райцентре имени Болжана Мамушулы построили век назад. Дорога под путепроводом крайне важна для сельчан. По ней они добираются до социальных объектов. Но ее ширина позволяет двигаться транспорту только в одном направлении. Поэтому зачастую здесь возникают настоящие пробки. Что не может не звучать несколько парадоксально для сельской местности. Жители давно просят местной власти расширить проезд. Зимой дорога замерзает и превращается в каток. Легковые машины застревают под мостом, их невозможно объехать. Это создает большие трудности для водителей. Ждем порой часами. От всего этого мы устали. Хотим, чтобы мост и дорогу под ним отремонтировали поскорее. По словам сельчан, под ЖД мостом ежедневно проезжают сотни автомобилей. Этот отрезок пути всегда вызывает опасения, сетуют водители. Бетонные опоры моста в трещинах. При малейших осадках сверху течет вода. Дорогу подтапливает. Это парализует транспортное сообщение. Местные власти заявили, что проект реконструкции путепровода разработали еще три года назад. Однако для старта ремонтных работ требовалось разрешение компании «Казахстан-Тимыржола». Но там с ответом затянули. Стройка займет около полугода. После заключения экспертизы выделят финансирование. Если и это не затянется, завершить реконструкцию можно было бы до конца года. На строительство двухполосной дороги под мостом требуется 800 миллионов тенге. В то же время в Акимате заверили, что опасности для пешеходов и автомобилистов столетний мост не представляет. Якобы недавно провели техническую экспертизу и его признали безопасным.